Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги «Премудрости» Соломона, неканоническая книга Ветхого Завета. Я читаю её в синодальном переводе для библейского портала «Экзегет». И смотрите, вот эта часть книги, она долго и подробно рассуждает о жизни и смерти. Ну, потому что что людей интересует больше, чем их, собственно, жизнь и смерть. И наш автор, неизвестно кто, конечно, это не может быть Соломон, он по-гречески писал Соломон, родился и умер раньше, чем сложился греческий литературный язык. Так вот, он пишет о том, что неважно, сколько человек прожил, что благородная старость по плодам мудрости, по плодам благочестия может прийти в юном возрасте, и важно, каким человек предстанет перед Богом. Вот, нечестивцы в сознании грехов своих предстанут со страхом, беззаконие их осудят в лице их. А пятое начинается с праведников как раз. Тогда праведник с великим дерзновением станет предлецом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, вот после смерти в этом новом мире, увидев, смутятся великим страхом, изумятся неожиданности спасения его, и, раскаиваясь и воздыхаясь в стеснении духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии, притчу и поругании. То есть, над кем мы издевались? Такая притча о богаче и лазере. Анонс притча о богаче и лазере, да? Когда все поменялось. Безумный, мы почитали жизнь его сумасшествиями, кончиновый бесчестный. Как же он причислен к сынам Божьим и жребиям его со святыми? Уже в Ветхом Завете есть представление о том, что праведник будет с богом в вечности, да? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Как это не озаряло нас солнце? Под солнцем все ходим. Скорее всего, книга написана в Египте, в Александрии. Там уж, знаете, солнце шпарит почти что 30-65 дней в году и озаряет так, что мало не покажется. Но, очевидно, не физическое солнце не озаряло нас. Мы исполнились делами беззакония, погибели и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господни не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, что доставило нам богатство с тщеславием? Вот какое солнце их не озаряло. Праведность, да? А жили как умели, как хотели, как придется. Все это прошло как тени, как молва быстротечная, как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, не стезить дна в его волнах. Или от птицы, прилетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути. Но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тщес опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, не могли показать никакого знака нашей добродетели, но истощились беззаконии нашим. Смотрите, мы читали, у нас тут долгое подробное, во второй главе было описание, как мыслят эти люди пока живы. Жизнь коротка, быстротечна, скоро все умрем, поэтому давайте наслаждаться по полной, а чтобы добыть для этого средства, давайте притеснять всех подряд, особенно слабых. И тут тот же самый смысл, как быстротечна жизнь, корабль по воде, птицы по небу, особенно стрела быстро пролетела, и нет в воздухе ее следа, вот так земная жизнь. Но и корабль, и птицы, и стрела, они к какой-то цели прибывают, да? То есть важно прийти к этой цели, а не просто как бы заявить о себе, вот я живу, вот я такой прекрасный, замечательный, вот у меня все так хорошо складывается, в чем-то другом. Мы не могли показать никакого знака добродетели, но истощились беззаконии нашим. Мы все растратили вот на этот полет, а он быстротечен, поэтому та же самая предпосылка, жизнь коротка. Здесь приводит их к совершенно другому выводу, так надо успеть добиться результата, достичь цели. Ибо надежда нечестиво исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий и неразносимый бурью, как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. Однодневный гость, да, такой, заглянул и ушел, и память о нем теряется. А праведники живут вовеки. Наградой в Господе, и попечения о них у Вышнего, то есть опять-таки у Бога. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа. Ибо он покроет их десницей, защитит их мышцей. Он возьмет все оружие, ревность свою, ведь и тварь вооружит к отмщению врагам. Тварь, то есть это то, что им сотворено. Значит, не просто он их после смерти как-то упрекнет, а уже здесь и сейчас он может это сделать. Обличется в броню, в правду, возложит на себя шлем, нелицеприятный суд, возьмет непобедимый щит, святость, строгий гнев, он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Это очень красивый образ, они там потом в посланиях будут встречаться периодически. Понесутся мелкие стрелы, молнии из облаков, как из туго натянутого лука полетят в цель. Это молнии, но одни одновременно стрелы Бога, которые разят нечестивцев. Как из каменно-метного орудия с яростью посыплется град, вознегодует на них вода морская, реки свирепо потопят их, это уже какие-то бури и потопы, восстанет против них дух силы, и как вихрь развеет их, так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние не испровергнет престолы сильных. Уже здесь и сейчас жизнь их может оказаться не только короткой, но и быть абсолютно катастрофической. Всегда бы так. Ну ладно, это все-таки некоторый идеальный образ. А к чему это все? Быть праведником хорошо, потому что после смерти будешь с Богом быть нечестивцем плохо, потому что после смерти тебя ждет жестокое разочарование, но уже и в этом мире могут быть серьезные проблемы, но это более-менее понятно. А к кому все это относится в первую очередь? Об этом будет шестая глава. Субтитры создавал DimaTorzok